Дмитрий Фреско Рецептов приготовления бульона из рыбы и мыльпродуктов великое множество. Технологических же приемов намного меньше. Давайте перечислим основные из них. Можно просто сварить рыбы и мыльпродукты. Можно сварить рыбы и мыльпродукты с овощами и корнеплодами. А можно сделать все то же самое, только предварительно все обжарить. Среди всех вариантов Arroz Abana Negro, что мне довелось попробовать в Испании за последние 3 года, только один меня по-настоящему впечатлил. Я думал, экспериментировал на своей кухне, пытаясь повторить результат. Все получилось тогда, когда мне удалось выяснить особенность приготовления бульона именно этого варианта. Возьмем чеснок, лук, морковь, лук-порей, обешкуренные протертые томаты и оливковое масло. Запчасти, скелет, голова, хвост, плавники от конгрио и морского окуня обязательны. Голову панциря креветок и горсть мелкой рыбной сволочи обогатят вкус. Тут сгодится любая морская рыба с белым мясом. Выдарите жабры, от них бульона горчит. Конечно, этот рыбный мусор в еду не годится, но вкусный и наваристый бульон он обеспечит. Вообще, я вам рекомендую, когда покупаете морскую рыбу, голову плавники хвосты и хребты складывайте в морозилку. Все пойдет в дело. Единственное, хочу заметить, для нашего сегодняшнего бульона красная рыба не пойдет, потому что слишком на специфичные вкусы и ароматы имеет. Первая особенность. Для этого бульона овощей должно быть столько же, сколько рыбы. Редактор субтитров А.Семкин Вторая особенность. Обжаривай только овощи. Рыбу и морепродукты обжаривать ни в коем случае не надо. Огонь выше среднего на 10-15 минут. Нам необходимо, чтобы овощи отдали свой сок, лук и морковь начали кармелизоваться, а помидоры обжариваться. Следите, чтобы ничего не подгорало. Почаще перемешивайте, при необходимости можно убавить огонь. Пора! Залейте овощи водой и выложите рюм. Залейте овощи водой и выложите кастрюлю. Залейте кастрюлю. Никогда не давайте бульону кипит, иначе часть жиров эмульгируют и оки слится. Это придаст ему неприятный привкус. Варим на слабом огне 2 часа. За это время из рыбы выделятся желирующие вещества. Переудаляем по мере появления. В результате мы получим насыщенный бульон с очень ярким вкусом и ароматом. Солить не надо, мало ли, как вы захотите его использовать. По окончании варки бульон нужно будет процедить и остудить. Разлейте небольшими порциями, заморозьте и используйте по мере необходимости. Вот и все на сегодня. Готовьте с умом, ешьте вкуснее. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рекомендуйте меня своим друзьям. А я продолжу свою кулинарную пропаганду в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин